Все готовы? Ну, в смысле, ЗАНС, ты готов? Ну, Заговой и Штурм готов. Итак, наш первый участник ЗАНС. Да, поприветствую всех. До свидания. Прик, в телевизор. Поприветствую наших зрителей. Мам, идите сюда. Итак, ЗАНС, первый вопрос. Тут не обращай внимания на 500, вот эти тысячи, ну, это, в общем, одна победа на все вопросы. Как зовут стримера, тебе нужно ответить. Вера, Надежда, Любовь или Наташа? Ты чего? Конечно, Наташа. Я даже музыку не успела включить. Ты уверен вообще? Я ответил другой. Вот Тоби уже несколько раз за сегодня ответил неправильно на этот вопрос. Твощина? Ты уверен? Подумай хорошенько. Очень прикольно. Время вышло, пора все-таки давать ответ. Наверное, все-таки. Наташа не уверен. Ну, давай попробуем. И это правильный ответ. Как легко взвести, да? Возвращение. Я уже не уверен. И давай, следующий вопрос сразу переходим. Какой лиги нет в клановых боях? Бронза, ржавчина, дерево, золото? Время пошло. Дерево, по-моему, нет. Дерево? Конечно. Мне кажется, это самая начальная фракция, не фракция, а лига, разве нет? С чего начинаются у нас клановые бои вообще когда? Кто у нас недавно начал играть в клановых битвах? Может подскажет тебе? Пора отвечать. Ну, я уверен, что дерева нет. Давай попробуем. И это правильный ответ. Молодец. Переходим к следующему вопросу. Какая редкость у двигателя работяга? Эпическая, особая, легендарная или редкая? Время пошло. У двигателя, да? У-у-у. Бирюзовая редкость. Она называется, по-моему, особой. У тебя еще есть время подумать. Да, в этом я уверен. Это самый часто пользуемый моим двигателем. Ты уверен, да? Будем уже отвечать. Да, она особая. После редкости... Занс выбирает особую редкость у двигателя работяга. Что ж, это верный ответ. Поздравляем. Это проходит дальше. И следующий вопрос. На какое колесо нельзя надеть колпак? Стартовая, бигфут, заточка или лунар? Да по-любому заточка. Я даже забыла, ты какой средний у нас вопрос не слышал. Да, так что-то у тебя средний вопрос какой-то легкий. Заточка? Да, я пытался. Ты пытался, и что? Нет, конечно, не получается. Может быть, ты плохо пытался, я не знаю. Ребят, кто-нибудь пробовал заточку набить колпак? Да. Может, это Занс у нас такой неумейка? Можно было обточить там что-нибудь и надеть, наверное. Нет? Нет. Нет. Заточка все-таки, да? Да. И пробуем ответить заточка. И это правильный ответ. Поздравляю, переходим к следующему вопросу. Вопрос уже посложнее. Какую из перечисленных красок нельзя использовать в смешивании? Мгла, розовый восход, полночь или чистое небо? Ох, блин. Время пошло. Мглу точно можно? А музыка же, она играет, да? Надеюсь. Я просто не слушаю музыки. Играю. У меня в голове эта музыка из дерева дураков все-таки играет. Сейчас вирус, сейчас мы с тобой поговорим об этом. Ну, это, наверное, розовый восход. Точно? Да, и единственное мне незнакомая краска. А чистое небо, ты знаешь, как выглядит? Конечно, я забыл. Не важно. А полночь? Ты использовал когда-нибудь полночь смешивания? Нет, конечно. Я никогда не смешивал, поэтому на этом вопросе могу провальнится. Ну, у тебя время еще есть. Давай. Думай. Это розовый восход наверняка. Привет, пьяный кот. Это окончательный твой ответ? М-м-м, да. Что ж, пробуем. Розовый восход. И это верный ответ. Молодец. У тебя сейчас будут послед... А что такое? Почему верный ответ не сработал? Вот так вот. Ладно, переходим к последнему вопросу. Какая из перечисленных деталей не относится к пассивному контактному орудию? Это тесак, скринер, трал или резец? Время пошло. Блин. Вообще жесть. Еще как. Знаешь, сколько раз он завалил этим вопросом? Что такое вообще скринер? Что такое трал? Давай действовать от обратного. Да по-любому скринер. Столько волнения в голосе Занса. Да вообще что это такое? Это последний вопрос, я упоминаю. Я не знаю. Ты вот-вот можешь выиграть уже сканер свой на три дня. Я этот сканер поздравляю очень сильно. Сканер поздравляю? Да. А с чем ты сканер поздравляешь? С тем, что... Трал есть в игре, говоришь. Он меня давил. Пьяный кот предполагает, что все это наклейки. Скринер? Не знаю. Хочу такую, если она есть. Ай, пошли, пошли, подсказочки, подсказочки пошли из зрительного зала. Это по-любому скринер. Давай, Занс. Отвечаем. Да это скринер, да. Занс отвечает, скринер. Нажимая. И это верный ответ, Занс, молодец. Мы тебя поздравляем, сканер на три дня, теперь твой. Так что такое скринер на самом деле? Скринер это бампер, относится к бамперам. Это не пассивное орудие. Бампер в игре. Красава. Вот это да. Вот так вот прошли мы первую игру. Занс у нас забирает за сегодня первый сканер. Сканер, естественно, уже потом после стримчика. У нее что-то. Мы знаем, как друг друга найти в Дискорде. Спасибо. Спасибо.